Всем привет, друзья! Мы начинаем цикл уроков, посвященных пакету трехмельного моделирования 3ds Max. Первое, что необходимо сделать, это скачать и установить бесплатную версию программы для студентов. Лицензия на 3 года. Но единственным минусом студенческой версии является то, что вы не сможете использовать ее для выполнения коммерческих проектов. В целом же студенческая версия не отличается ничем от полного пакета 3ds Max. Вбиваем в строку браузера вот этот адрес autodesk.com.education.fromsoftware.3dsmax Попадаем на данный сайт, да? И первое, что нам здесь необходимо сделать, или войти в свой аккаунт, если он у вас уже есть. Если же его еще нет, тогда открываем аккаунт. И давайте на примере моего аккаунта посмотрим, как же это все делается. А здесь надо задать свое территориальное происхождение, да? То есть, где вы находитесь. Так, ну, задаем Ukraine. Выбираем, кто вы, студент, учитель, преподаватель. Все обычно ставят студент. Вбиваем свой день рождения, да? Для того, чтобы потом восстановить легче пароль было. Так, ну, допустим так. Нажимаем далее. Здесь нас просят ввести имя-фамилию. Так, вводим имя-фамилию. Вводим свой действующий адрес почтовый. Так, вбиваем, повторяем и вводим пароль. Соглашаемся и открываем аккаунт. Так, нам отправлено на почту письмо. Переходим на свою почту. И переходим по ссылочке в письме. То есть, верифицируем свой почтовый ящик. Почтовый ящик верифицирован. Соглашаемся и нажимаем down. То есть, дальше. Теперь нам надо указать, в каком же мы институте учимся, и по какой профессии, и когда мы начали, да, и когда закончили обучение в этом учебном заведении. Самые известные вузы. Конечно, лучше выбирать вузы Украины, потому что мы в системе указали, что мы уже из Украины. Так, сейчас мы выберем какой-нибудь университет. Полное название. Ну вот, допустим. Национальный технический университет, Днепровская политехника. Вот и вбиваем, соответственно. И профессия, да, студент, допустим, архитектурного курса. Начали учебу в марте 2014, да, или 2013. Закончили в январе, там, 2019, допустим. Нажимаем далее. И вот система пишет, что она не распознает, да. То есть нету в ее базе такого учебного заведения. Нажимаем рекордер. Вставляем. Снова Днепровская политехника, то есть выбранное учебное заведение. Институшен тип. Здесь, в принципе, ничего не меняется, ничего и нет. Указываем город или штат, да. Ну, город мы укажем, допустим. Днепр, Днепровская, да, штата нет. Так, ну, здесь все равно надо указать штат. Вот оно почему-то не соглашается, да. Давайте изменим год. Так, да-да-да-да, не совпадает. Давайте попробуем другую дату. Вот, февраль 2023 прокатил. Так, нажимаем далее. Ну, вот, собственно говоря, мы уже попали в свой аккаунт, да. Уже на почту ничего больше не приходит пока что, на данном этапе. Вот, и мы уже можем выбрать, да, версию 3ds Max, которую нам надо скачать. По моему мнению, лучше скачивать 3ds Max 2016. Объясню почему. Все последние версии плагинов и дополнений, они корректно работают 3ds Max 2016. На остальных же, более поздних версиях Max, я не уверен, что они все работают корректно. То есть, выбираем все-таки, начинаем обучение с 3ds Max 2016. Выбираем вашу операционную систему 64 бита, да, ну и английский язык. Выскакивает окошко, в котором мы соглашаемся, то, что должна пройти инсталляция. Но это проходит инсталляция еще не программы, а просто загрузчика. При нажатии на который мы уже будем закачивать программу. То есть, нажимаем запустить. И вот, загрузчик уже подгружает программу. Мы, конечно, этот шаг пропустим, потому что я уже скачал программу, это все занимает определенное время. И у вас должна появиться вот такая папочка. Autodesk 3ds Max 2016. И там вот то, что загрузил загрузчик, да. Мы нажимаем на этот файл, и он должен указать, куда нам извлечь архив. То есть, всю папку с 3ds Max. Еще важно. Перед началом установки, понадобится выключить все запущенные программы, а в некоторых случаях, даже антивирусный пакет, если он препятствует установке 3ds Max. Да, вот, собственно, появляется окошко. Запускаем. И вот нас система просит указать, да, куда извлечь вот данный скачанный архив. Мы указываем ему наше место. В принципе, вот я указал эту же папку. Вы можете указать какую-нибудь другую папку. И оно извлекает уже, собственно, вот сам весь, как бы, архив 3ds Max. Нам остается... Кстати, когда он извлек этот архив, автоматически запускается вот этот файл. Ну, если у вас запуск автоматически по каким-то причинам не произошел, вы сами заходите сюда и нажимаете этот файлик. Setup.exe. Нажали. И вот, вуаля! Мы уже находимся в установщике самой программы. Здесь у нас тоже есть выбор языка, на котором можно устанавливать. Здесь мы нажимаем Install. Здесь мы соглашаемся. И вот здесь мы вводим серийный номер и продукт Key, который был указан здесь. Кстати, оно должно было прийти также подтверждение на почту. Ну, по каким-то причинам не пришло. И мы можем посмотреть здесь просто. На сайте education произошел сбой. Было написано, что ваша лицензия появится через 30 минут. Мы не будем ожидать, да? Просто я знаю, какая лицензия, поэтому я ее просто здесь ввожу. То есть мы вводим 3 шестерки, потом снова вводим 6 шестерок. Вернее, не 6, а сколько предложит система. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь шестерок. А здесь вводим 128. Английская H1. Нажимаем Next. И вот здесь уже указываем папочку, в которой должна установиться программа. Желательно папку на диске C. Также здесь мы можем дополнительно установить компоненты программы. Autodesk Civil View 2016. Autodesk Inventor, если вы работаете в других программах. И Autodesk Bugburner. По моему личному мнению, это практически никогда не используется, поэтому, чтобы не занимать место, можно снять эти галочки. Возвращаемся назад. Продолжаем, собственно говоря, установку. Но так как у меня программа установлена, то кнопка Install уже не активная. Вам же остается нажать кнопочку Install. И ждать загрузки установки программы. Спасибо за внимание. Всем пока.